Среди участников титулованные спортсмены вооруженных сил из разных регионов России. Военные покажут мастерский заплыв вольным стилем. Для участия в спартакиаде съехались 200 сильнейших военных многоборцев. Среди них представители ракетных, космических и воздушно-десантных войск России. За плечами у парней большой опыт участия в чемпионатах мира, Европы и спартакиадах дружественных армий СНГ. С 24 по 30 сентября в Самаре прошла спартакиада вооруженных сил Российской Федерации по многоборью. Помимо плавания военные соревновались в стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова, в метании ручной гранаты, кроссе и преодолении препятствий. Заплывы проходят на 100, 200 и 300 метров. Среди участников и Алексей Брунилин, капитан второго ранга, дважды серебряный призер чемпионата вооруженных сил Российской Федерации и трижды победитель по дисциплине стрельба. Мы присмотрели, сказали, ты подходишь для троеборья, давай-ка к нам. Это самый офицерский вид. Стрельба, плавание, бег. Вид вообще очень интересный. То есть, если посмотреть нормативы по результатам, они достаточно скромные, но многоборье – это сочетание несочетаемого. Обычно бегуны не умеют плавать, пловцы не умеют быстро бегать. И из них мало кто умеет стрелять. Вот троеборец – это тот, кто универсал, который сочетает в себе эти качества. Организаторы говорят, подготовка всех спортсменов на уровне кандидатов в мастера спорта. Победители спартакиады будут защищать честь вооруженных сил России в составе сборных команд на самых престижных армейских соревнованиях, в том числе на всемирных военных играх в Китае и на чемпионате дружественных армий стран СНГ. В Самаре у нас армейские все объекты замечательно подготовлены к проведению любых соревнований, включая международный уровень, чемпионаты мира и чемпионаты Европы. Поэтому Самара, она находится на перепуте дорог, в середине России, не зря ее сердцем России называют. Все едут с удовольствием сюда. Судейство всегда непредвзятое, судейство всегда объективное. Медали были вручены победителям летнего офицерского троеборья за стрельбу, плавание и бег. На первом месте оказалась команда военно-космических сил Российской Федерации. Валерия Куценко, Максим Гусев, События.